Здравствуйте! С вами снова Инна Романова, специалист по программе Excel и PowerPoint. В прошлом уроке мы рассматривали основы работы со сводной таблицей. В этом уроке тема сводных таблиц все еще продолжается и рассматриваем следующий этап по работе — группировку. Группировка как дополнительное средство анализа и консолидации данных. Группировку в сводной таблице мы используем как дополнительное средство фильтрации, консолидации, анализа данных и выделяем три типа группировки согласно типу контента. Это группировка по дате, группировка по числам и группировка по тексту. Рассматриваем с вами первый вид группировки — группировка по дате. Для этого я использую специальную таблицу, в которой в столбике А находится большое количество записей. Много дат с 2011 до 2016 года. Выполняем первичное построение. Мы знаем уже, как это делает. Помещаем курсор в сводную таблицу, выполняем команду «Вставка» — «Таблица» и «Окей». Это было рассмотрено на нашем прошлом занятии. И первое, что мы сделаем — это будем группировку отменять. Активируем поле «Дата» и наблюдаем, что группировка уже произошла. Дата у нас разделилась на годы, кварталы и месяцы. Такое агрессивное поведение у группировки в 2016 версии. Щелкнем с вами по любой записи сводной таблицы, по году или по месяцу, правой клавишей мыши и выберем в контекстном меню команду «Разгруппировать». Именно в таком виде предстает поле «Дата» в ранних версиях программы. Мы делаем щелчок правой клавиши мыши по любой дате, выбираем команду «Группировать» и останавливаемся на месяцах. Окей. Таблица готова, но это не обычный хронологический шаг. Здесь представлены все записи за январь, все записи за январь. И если выясняете фактор сезонности, то это хороший вариант. Добавим еще один уровень группировки. Также правой клавишей мыши щелкаем по любому месяцу, выбираем команду «Группировать» и добавляем годы тоже. Коротким щелчком мыши клавишу «Контрол» при этом удерживать не нужно. Так выглядит обычная хронология с факторами верхнего уровня. Дополнительный вариант по макету мы можем получить, если перетащим получившееся поле. Обратите внимание, что двухуровневая группировка разделяет поле «Дата» на две части. Фактор верхнего уровня у нас называется «Годы». Фактор нижнего уровня не меняет название поля, оно остается «Датой». Так вот, перетащим с вами поле «Годы» в коробку «Столбцы». При этом получается потрясающе компактный, классный вариант. Один из уроков по сводной таблице будет посвящен условному форматированию. Так вот, мы обязательно с вами вернемся сюда и подсветим пять лучших продаж. Следующий вид группировки. Группировка по числам. Для того, чтобы создать такую группировку, мне потребуется особенная таблица, и я перехожу на следующий лист. Построимся. Первичное построение, как делали до этого. Вставка «Сводная таблица». Получаем табличку на отдельном листе и активируем несколько полей. Прошу активировать специальные поля. А вот цену принудительно отнесите, пожалуйста, в столбцы. Таблица получается странной, похожа немного на взор музыкальной шкатулки, но даже в таком виде она является читабельной. Что такое цифра 31, например? Это 31 кофемалка, которая продана по цене 780. Но мы можем ее сделать гораздо более компактной и интересной, милой сердцу маркетолога или статистика. Мы можем создать диапазоны цен. Для этого по любой цене, ну, например, по цифре 780, мы щелкаем правой клавишей мыши, выбираем команду «Группировать». На этот раз мастер группировки будет маленьким, но здесь мы решим свои задачи. Первое поле мы должны сделать красивым. Цифра 780 в дальнейшем задает некрасивый диапазон всей остальной таблицы. Мы сделаем тысячу. Что же произошло со всеми остальными ценами, которые меньше тысячи? Они сваливаются в дополнительный столбец. Мы в этом убедимся. Все, что больше пяти тысяч, мне тоже отображать не хочется. Что же произойдет с остатком? Появится еще один дополнительный столбец, в который свалится весь остаток. Шаг трогать не будем. Оставим его тысячу и нажимаем на «Ок». Появляются диапазоны цен. Позднее, на следующих уроках, мы вернемся к этой таблице и создадим на ее основе диаграмму распределения. Снова построим сводную таблицу. От листа комплекта мы создаем еще один свод, при этом активируем следующие поля. Поле наименования, поле сумма, а клиента принудительно в столбцовую часть. При этом сводная таблица построилась, но она некрасивая, слишком длинная. Если щелкнуть по любому клиенту правой клавиши мыши и выбрать команду «Группировать», то программа наших действий не признает. А если выделить несколько ячеек, причем можно воспользоваться или механизмом поиска, или механизмом фильтрации, или просто выделять ячейки подряд, или используя клавишу «Контрол». Например, мы можем с вами выбрать ячейки по принципу названия компании «Нирвана», или мы можем с вами просто выделить все ячейки подряд, по принципу «Все АО». Давайте остановимся на этом варианте. Выделяем с вами ячейки «Все АО» ячейки и щелкаем по ней правой клавиши мыши. Щелчок правой клавиши мыши, команда «Группировать» и вот возникла группа 1. Правда, оставшаяся часть таблицы выглядит очень странно, и именно поэтому текстовую группировку не любят, представляете, что какая-то бредятина случилась, а секрет всего лишь заключается в том, что надо обязательно довести ее до конца. Группу 1 мы сворачиваем, перепечатываем название группы, просто встаем и печатаем с клавиатуры. Далее выделяем следующую группу ячеек «Все АО». Выполняем группировку также правой клавишей мыши и командой «Группировать». Итак, мы можем с вами повторять до конца, но я предлагаю выделить весь оставшийся хвост таблицы, кроме общих итогов, разумеется, и выполнить команду «Группировать». Назовем эту группу как «Прочие». В итоге мы получаем три группы данных – АО, ЗАО, все прочие и общие итоги. Каждая группа раскрывается, закрывается, данные при этом консолидируются, расшифруются. Это очень удобно для представления данных, когда требуется, чтобы общий итог при этом не менялся. Итак, в этом уроке мы познакомились с группировкой, как с дополнительным средством анализа и представления данных. Надеюсь, урок был вам полезен. В следующем занятии мы рассмотрим с вами вычисления в своды таблицы. Присоединяйтесь!